Во времена Союза она была третьей после Пугачёва и Ротару. Это я. Здравствуйте. Получить автограф у казахской певицы помешал осенний дождь. Вот мокро. Пучу, что может развалиться. Спасибо. На встречу с журналистами Роза Рымбаева немного опоздала. Пробки. Добрый день. Здравствуйте. Я извиняюсь за опоздание. Я с дороги, как вы знаете. Разговор начался как-то по-светски про погоду. Тюменскую, осеннюю. Знаете, дождь, наверное, приукрасила как-то наш родной, потому что у нас в Алма-Ате сейчас жара 25 градусов. И когда поздняя осень и жара, она даже немножко так неестественна. Сама Роза Рымбаева была естественна и откровенна. Честно призналась, что современные конкурсы фестивалей не для неё. Говорит, в своё время получила десятки наград и ей достаточно. Вот и телепроекту «Ты суперстар» отказала. Считает своё участие там унизительным. Почему меня должен судить, например, Сергей Зверев, он же парикмахер, во-первых, да? Почему он должен вообще о моём голосе вообще говорить обо мне, кто он вообще такой? В первую очередь. Вот парикмахер. Вот пусть он занимается своим делом, а не сидит в жюри. 30 с лишним лет на эстраде сейчас в основном казахской. На родине она почти богиня. С уважением, с трепетом, с обаянием. Насчетная, наша, Роза, наша. Но российский зритель для неё по-прежнему свой. Наша публика, наш советский народ. В 19 лет она уже в международный уровень и международного значения. Она в сопоте победительница была. Знаете, как мы чуть ли не на потолка прыгали. Вот умные, возраст одинаковый. В наше время для нас это такая большая гордость была. И всё время поэтому я её насколько обожала, насколько любила. И всегда, вот знаете, где будет что-то про неё говорят, я всегда слушала, всегда слышала. Для Фаины Халиловой приезд Розы в Тюмень – предел мечтаний, где, возможно, директор цирка распорядилась развесить афиши любимой певицы и на некоторое время превратилась в обычную поклонницу. В полконе. И мне. Наилучшие пожелания получила и Роза. Они ей понадобятся, ведь завтра первый и единственный концерт в Тюмени. Инна Михайловская, Владимир Тюменцев. Для Сибинфорумбюро.